МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это наше время на Фридом. И сегодня мы расскажем о таких событиях. Дональд Трамп лидирует на выборах в США. Республиканец обходит в голосовании демократку Камалу Харрис и станет новым президентом Соединенных Штатов. Как изменится политика Америки при Трампе? И чего ждать Украине? Пришло время оставить позади разногласия последних четырех лет. Пришло время объединиться. И мы попытаемся. Потери российской армии в войне против Украины продолжают стремительно расти. ВСУ удерживают позиции и массово ликвидируют захватчиков с их техникой. Сначала был первый танк. Сначала был первый танк. Мы его уничтожили. А потом Маталыгу, поскольку она ехала впереди. Сначала мы думали, это танк едет. А оказалось Маталыга с пехотой. Беспилотники впервые поразили российский флот в Каспийском море. Вероятно, повреждены ракетные корабли Дагестан и Татарстан. И штурмуют, и защищают. Танки по-прежнему остаются основным оружием на поле боя. Как украинские экипажи готовятся к фронтовым заданиям на лиманском направлении, репортаж «Фридомс» передовой. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США. Подсчеты еще продолжаются, но уже известно, что республиканец набрал 292 голоса. И этого результата достаточно для общей победы над представительницей демократической партии Камалой Харрис. Именно Трамп получил поддержку большинства так называемых колеблющихся штатов и фактически обеспечил себе второй президентский срок. Трамп уже успел заявить о своей победе и пообещал развернуть курс США на 180 градусов, снизить налоги и увеличить добычу нефти. Также новый лидер Америки заявил, что собирается остановить все войны. Мы сделаем Америку снова безопасной, сильной, процветающей, могущественной и свободной. И я прошу каждого гражданина по всей нашей стране присоединиться ко мне в этом начинании. Пришло время оставить позади разногласия последних четырех лет. Пришло время объединиться. И мы попытаемся, мы попытаемся, мы должны попытаться. И это произойдет. Успех объединит нас. Из Вашингтона за президентскими выборами в Соединенных Штатах следит корреспондент Михаил Комодовский. Сейчас он на прямой связи с Киевом и готов поделиться подробностями голосования. Михаил, здравствуй. Расскажи, как прошли президентские выборы, какие настроения преобладают среди американцев после победы Трампа, а также какой политический курс выберет новый лидер США? Абсолютно полярное настроение. Приветствую коллег. Дело в том, что те, кто поддерживает республиканцев, явно сегодня празднуют победу. Те, кто поддерживает демократов, действительно чувствуют вкус поражения. Голос Америки сейчас сообщает о том, что вице-президент Камала Харрис позвонила избранному президенту США, 47-му президенту США Дональду Трампу для того, чтобы поздравить его с победой. И действительно, как мы могли видеть по кадрам из предвыборного штаба Дональда Трампа, там вчера царила такая атмосфера праздника. Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с речью, в которой он заявил о победе еще до того момента, как медиа и информационные агентства объявили эту победу. Это такая большая традиция здесь в Соединенных Штатах, до тех пор, пока официально не сертифицированы голоса. Собственно, именно медиа отвечают за то, чтобы объявить, кто является победителем в той или иной гонке. Но сегодня что поражает? Это тишина вокруг компании Камала Харрис этим утром. Мы услышали, мы услышим, что сама Камала Харрис думает о причинах своей неудачи, когда она наконец обратится к своим сторонникам в 4 часа дня по времени Вашингтона. Это 23.00 по времени Киева. Она обратится к своим сторонникам в университете Ховарда, куда вчера она так и не приехала. Вчера там сначала была атмосфера праздника, мы присутствовали там. Но как только начали поступать первые цифры, ликование сменилось тишиной. Около 11.00 вечера начали появляться признаки того, что ее команда осознает исход ситуации. Предвыборный штаб выпустил меморандум, призывающий к терпению. Мол, остаемся спокойными и считаем голоса. Он предупреждал, что процесс подсчета голосов может занять определенное время. Вскоре, примерно в час ночи, старший советник компании Харрис вышел на сцену вместо нее, чтобы сообщить собравшимся, что она выступать не будет. Он сказал им следующее. Спасибо, что верите в будущее Америки. У нас еще остаются голоса для подсчета и штаты, где результаты еще не объявлены. И мы будем продолжать борьбу всю ночь, чтобы убедиться, что каждый голос учтен, что каждый голос услышан, заявил он. Теперь начинается анализ произошедшего. И будет много вопросов о том, на что была направлена компания Камлы Харрис, не уделяла ли она слишком много внимания своему оппоненту Дональду Трампу, и недостаточно ли проблемам, волнующим избирателей, в частности экономике. Возникает также вопрос, сумела ли она достаточно дистанцироваться от Байдена. Все помнят момент, когда она выступала на очень известном шоу на телеканале ABC, здесь под названием The View, когда она сказала, что не может называть ничего, что сделала бы иначе, чем президент Байден. Много вопросов возникнет и по поводу решений Джо Байдена. Следовало ли ему раньше выйти из гонки? Изменился бы ли результат, если бы у демократов были праймерис вместо сжатой компании Камлы Харрис? Но в чем эксперты сходятся во мнении? Так это в том, что Камла Харрис могла провести самую необычную, самую молниеносную предвыборную кампанию. 107 дней было ей дано для того, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей. И буквально уже через 2 часа, менее чем через 2 часа, она обратится к своим сторонникам с речью, в которой, скорее всего, она признает поражение. Коллеги. Коллега, спасибо за подробную информацию. Михаил Комодовский из Вашингтона рассказал о том, как в США выбирали нового президента, которым в итоге станет республиканец Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Дональда Трампа с победой и отметил, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку США. А также напомнил о встрече с Трампом в сентябре, когда обсуждали стратегическое партнерство, план победы Украины и пути прекращения российской агрессии. Совершенно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю с этой победой. Вообще для нас в Украине, во всей Европе, очень важно было все время слышать слова тогда еще 45-го президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе. Peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют. Украина и США продолжат работать над укреплением стратегического партнерства, а также приближению справедливого и продолжительного мира, завел глава украинского АМИДа Андрей Сибига после выборов президента Соединенных Штатов. Министр отметил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат, и подчеркнул, что Украина рассчитывает на решительное лидерство Америки. Сдержанная реакция на результаты выборов США последовала от украинского народа. К примеру, в Киеве считают, что при Дональде Трампе поддержка Украины не ослабнет. При этом жители столицы отмечают, что не все зависит от нового президента Америки. Мы не можем точно сказать, будет ли тот или иной кандидат выгоден для Украины, но мы должны строить хорошие отношения с любым, кого выберет американский народ. Каким будет ход войны? Каким будет ход войны? Я думаю, что помощь США во время президентства Трампа останется где-то на таком же уровне, как сейчас. А ход войны многое зависит от нашего правительства и от иностранной помощи. С победой Дональда Трампа поздравила президент Еврокомиссии Урсула фон Дреляен, которая подчеркнула важность транс-атлантического партнерства между ЕС и США. Я искренне поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США больше, чем просто союзники. Нас связывает подлинное партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан. Поэтому давайте работать вместе над сильной транс-атлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу. Урсула фон Дреляен, президент Еврокомиссии. И сообщение в соцсети ИКС. ...президентских выборов США не отразятся на поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС по вопросам внешней политики Петерстана. Давайте не будем забегать вперед. Я имею в виду, что Дональд Трамп получит полномочия только в следующем году. А когда дело доходит до европейской позиции, она остается неизменной. Она зафиксирована в последовательных выводах Европейского Совета и Европейского Союза. И его государства-члены продолжают быть приверженными поддержке Украины и продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению своего суверенитета, независимости и территориальной целостности. И мы продолжаем. Ситуация на фронте остается напряженной. Силы обороны Украины не позволяют российской армии существенно продвинуться. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток на передовой количество боевых столкновений возросло до 99. Где самые активные штурмы противника, узнаете из сюжета. По данным Генштаба ВСУ, самая напряженная ситуация остается на Кураховском направлении. Там российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинских подразделений. По поселку Дачная противник нанес авиаудар. 24 раза россияне пытались идти в атаку и на Покровском направлении. Силы обороны Украины также стойко сдерживают напор российской армии на Лиманском, Купенском, Торецком и других направлениях. И как отметили в Генеральном штабе ВСУ, на Харьковском направлении все атаки противника тоже были отбиты. Харьковский фронт наш непосредственно на Харьков-Липсе улучшили состояние силы обороны. Заняли высоты в севернее Липсе и в районе Вовчанска идут бои непосредственно за окраины города с нашей стороны. Там тоже улучшили в районе агрегатного завода бои и продвижения имеют место незначительное подразделениями сил обороны Украины. Десантники выложили видео разгрома двух российских штурмовых бронетанковых колонн с десантом, которые двигались к позициям украинских воинов на Кураховском направлении. Наступая таким количеством, оккупанты надеялись, что непогода и плохая видимость им помогут. Однако метким огнем артиллерии и ФПВ-дронов 8 единиц техники противника были уничтожены, а 4 повреждены. Российский так называемый «танк-сарай» превратился в огромный факел благодаря мастерству экипажа операторов ФПВ-дронов. Видео эпического уничтожения российской техники выложили украинские воины и отметили, что танк не спас даже панцирь, который на технику нацепили россияне. Такая же участь постигла и гаубицу Д-30, из которой российские оккупанты обстреливали город Очаков. Технику украинские воины также обнаружили и уничтожили с помощью ФПВ-дронов. Я делаю работу, она нужна, мы помогаем даже нашей пехоте тем же. Аэророзвитка – это вообще важно, это большая помощь именно нашей пехоте. То есть мы держим, например, передний край, чтобы к нашей пехоте не прошел ворох. Провальной оказалась также попытка россиян штурмовать позиции егерской бригады. Как отмечают воины, российские оккупанты, пользуясь плохой погодой, решили на бронетехнике прорвать украинские укрепления. Однако их остановил плотный огонь разведчиков, которым помогали операторы дронов. Благодаря совместной работе техника противника была сожжена, а пехота ликвидирована. Украинские воины также отмечают, что в ликвидации техники и пехоты противника им очень помогают противоракетные комплексы «Джавелин». Бачу, едет техника. Вижу, едет техника. Мне говорят, работай. Я все присоединил, запустил свой «Джавелин», стал ловить цель. Я все четко поймал, потому что бывает плохо видно. Цель маленькая, рамки надо свести, но я все четко поймал, отработал, попал. Сначала был первый танк, мы его уничтожили, а потом Маталыгу, поскольку она ехала впереди. Сначала мы думали, это танк едет, а оказалось Маталыга с пехотой. В то же время потери России в Курской области уже превысили 20 тысяч военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что операция Сил обороны Украины продолжается уже почти три месяца, и за этот период уничтожено больше тысячи единиц вооружения и военной техники россиян. Десятки танков, сотни боевых бронемашин, пушек, пулеметов, а также пять реактивных систем залпового огня и почти 700 единиц автомобильной техники. В мае этого года разведка подтвердила информацию о планах противника осуществить наступление на Сумском направлении из Курской области с целью создания так называемой буферной зоны на севере Украины. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области. Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных и пытается увеличить их количество. Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ в Телеграм. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину о потере российской армии составляет уже почти 703 тысячи солдат. Только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1250 захватчиков. Также уничтожены 6 российских танков, 11 боевых бронемашин и 20 артиллерийских систем. Кроме того, украинские военные сожгли более 50 единиц автомобильной техники противника, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Российские оккупанты ударили крылатой ракетой по Чернигову. Как сообщили местные власти, взрыв прогремел на окраине города. Пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии. Четыре человека получили ранения в результате российских ударов по Херсону и его пригороду. Как сообщили местные администрации, на областной центр оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Ранен мужчина, он в тяжелом состоянии. Двое раненых в Зеленовке, там также разрушен дом, еще один пострадавший в Антоновке. Украине удалось вернуть тысяча одного ребенка с временно оккупированных территорий и России. Об этом на международном семинаре по защите прав детей и подростков в условиях войны, который проходит в Бразилии, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Он также подчеркнул, что Россия игнорирует большинство запросов о местонахождении украинских пленных. Россия в редких случаях предоставляет информацию о содержании украинских граждан под своим контролем. Ряд инициатив РФ просто игнорирует, не создает смешанные медицинские комиссии, не заинтересовано возвращение граждан обеих стран по условиям проекта «Хочу к своим», не предоставляет информацию о местах посещения удерживаемых украинцев, как военнопленных, так и гражданских. Дмитрий Лубенец. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Ось стран, которые оказывают поддержку России, включая Китай, Иран и Северную Корею, подают тревожный сигнал. Об этом заявил генеральный директор Управления национальной разведки Австралии Эндрю Ширер на конференции в Канбере. И подчеркнул, что стратегическое влияние этой оси было недоценено. Оказание Китаем, Путину масштабной помощи двойного назначения, а также экономической и дипломатической поддержки удерживает армию Путина на поле боя в Украине и убивает невинных украинцев так же уверенно, как если бы Пекин поставлял артиллерийские боеприпасы и ракеты. Это крайне тревожное стратегическое развитие событий, и мы все пытаемся его догнать и принять эффективные меры. Но я думаю, что это одна из стратегических проблем нашего времени. Эндрю Ширер, генеральный директор Управления национальной разведки Австралии. НАТО должно сделать больше для изменения траектории войны. Так, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте прокомментировал о развертывании северокорейских военных в Курской области. Он подчеркнул, что появление войск КНДР в России должно заставить всех задуматься, не стоит ли мир на пороге чего-то гораздо более темного. И добавил, что углубление военных и экономических связей между Россией и КНДР серьезно угрожает глобальной безопасности. Сейчас нам нужны политические обязательства продолжать курс помощи Украине в долгосрочной перспективе. И нам нужно сделать гораздо больше, чтобы изменить траекторию войны, которую РФ развязала против Украины. Мы должны повысить цену для Путина и его друзей авторитарных режимов. Поддержка Украины стоит лишь части наших годовых военных бюджетов. Это небольшая цена за мир. Вопрос в том, можем ли мы позволить себе не платить. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, в колонке «Политика». Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это произошло всего за несколько часов до начала президентских выборов в США. Стоит отметить, что это уже второй за несколько дней пуск баллистики из КНДР. Подробности расскажет Юлия Грановская. Пуски баллистических ракет из района Саревон в провинции Северная Хванхэ были зафиксированы около 7.30 утра по местному времени, сообщили в Объединенном комитете начальников штаба в Южной Корее. Усиливая мониторинг и бдительность наших военных в рамках подготовки к дополнительным запускам, мы сохраняем полную готовность, тесно обмениваясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии. Из заявления Объединенного комитета начальников штабов цитирует издание ЮНХАП. Телеканал НХК, ссылаясь на Минобороны Японии, сообщил, что КНДР выпустила не менее 7 баллистических ракет. Они пролетели 400 километров, прежде чем упали в море. Запуск произошел всего за несколько часов до открытия избирательных участков США. Ранее, 31 октября, КНДР также запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Японское море. Хвасонг-19 теоретически способна нести ядерный заряд и долететь до любой точки США и Европы. Ким Чен Ын тогда назвал испытания ракеты ответом врагам. Напомним, ракетные испытания Пхеньяна нарушают санкции Совбеза ООН. В ответ Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония провели в воскресенье совместные воздушные учения с привлечением по меньшей мере одного бомбардировщика В-1 «Ланцет» к югу от корейского полуострова. Трехсторонние учения прошли надводами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо на фоне обострения напряженности после того, как в четверг Северная Корея осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Хвасонг-19 в Восточном море, что стало первым запуском баллистической ракеты большой дальности в этом году. Эти учения были проведены в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи 31 октября. Из заявления Объединенного комитета начальников штабов цитирует издание Йонхаб. Стоит отметить, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном состоялся вскоре после того, как Южная Корея и США обвинили Северную Корею в отправке войск в Россию для поддержки Путина в войне против Украины. С 2024 года Пхеньян и Москву связывают новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в том числе военной помощи. Со стороны Северной Кореи это иллюстрация лояльности Кремлю в контексте поддержки и агрессии России против Украины. Это первое. Второе, для Северной Кореи важно также получить определенный опыт ведения боевых действий в нынешних условиях, реальный опыт. Поэтому, я думаю, как раз Ким Чен Ин принимает такое решение, руководствовался также необходимостью получения этого опыта. Вот это все как бы также очередной раз иллюстрирует подготовку потенциально Северной Кореи к столкновению с Южной Кореей. Решение Путина привлечь солдат Северной Кореи к войне против Украины, а также активизация Пхеньяна в вопросе ракетных испытаний накануне выборов США – это повышение ставок, уверены эксперты. Это повышение ставок, да. И это повышение ставок, к сожалению, еще больше усложняет ситуацию для нас, в первую очередь, по принятию тех или иных решений, особенно если мы не чувствуем, не видим соответствующую реакцию со стороны наших западных партнеров на новую этапность российской войны. Нужно понять, что это угроза, угроза, которая уже много лет как бы никуда не исчезает, и угроза, которая, к сожалению, сейчас помогает агрессу Российской Федерации еще больше дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в Европе, так и потенциально в глобальном измерении. Напомним, 4 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курскую область прибыли уже 11 тысяч северокорейских военнослужащих для участия в войне против Украины. Российский город Каспийск атаковали дроны. Как сообщают местные телеграм-каналы, в результате ударов, вероятно, повреждены ракетные корабли Татарстан и Дагестан. В российских медиа пишут, что на пораженном объекте базируются части береговых войск России, включая морскую пехоту. Европейский союз должен ускорить процесс отказа от российского газа, заявил кандидат в комиссара ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, которого должны утвердить на должность уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо активнее использовать возобновляемые источники энергии, что потребует внедрения новых технологий хранения, а также ускорения процесса выдачи разрешений. В первые 100 дней я представлю план, как ускорить прекращение нашей зависимости от российского газа до 2027 года. Раньше мы получали 45% нашего газа из России. Сейчас мы сократили этот показатель до 18%. Но 18% это все еще слишком много, чтобы быть на 100% независимыми от российского топлива. Дан Йоргенсен, кандидат в комиссары ЕС по энергетике, министр по сотрудничеству в целях развития Дании, из выступления на заседании Европарламента. В Литве, вблизи границы с Беларусью, стартовали международные военные учения НАТО «Сильная воля». Как сообщили в пресс-службе Литовского министерства обороны, маневры продлятся до 20 ноября. В них примут участие более 400 военных вместе с боевой техникой. Основная цель учений – отработка, подготовка подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций, взаимодействию с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и координации взаимных действий. Солдаты, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции, используя военную информационную систему боевого управления. Из сообщения на сайте Министерства обороны Литвы. Они штурмуют и обороняют. Танкисты 115-й отдельной механизированной бригады защищают от российских оккупантов участок на лиманском направлении. И, несмотря на тяжелую ситуацию, всегда готовы к любым боевым задачам. Подробнее о работе экипажей тяжелой бронированной техники в материале Алены Грамовой. На этих позициях экипажи танков 115-й отдельной механизированной бригады ожидают новые боевые задачи. В этот период очень важно тщательно замаскировать боевые машины и реагировать на любые предупреждения об обстрелах. Несмотря на относительную гусоту леса, все же предупреждение о появлении российских авиационных бомб, мы не игнорируем, уходим в укрытие, ожидаем возможности пообщаться с нашими танкистами. Танкисты говорят, информация о пусках – это одно. А вот увидеть в небе российский бомбардировщик сильно настораживает. В обустроенном бліндаже у ребят тепло. Говорят, кроме дров зимой им особо ничего и не нужно. Когда выходим из укрытия, механик-водитель Владимир начинает готовить машину к выезду. Управлять боевыми машинами он учился еще в 80-х. Технические характеристики танка знает, как свои пять пальцев. Кажут, что больше – это вывезти экипаж, сделать все возможное для того, чтобы сберегать экипаж. Мы не хотим вернуться. Все. Все. Танковые экипажи на передовой – это цель номер один для противника. И в условиях современной войны россияне чаще всего атакуют боевые машины ударными беспилотниками. Это и баражирующие боеприпасы типа «Ланцет» и «ФПВ-дроны». После одной из таких атак во время выполнения боевой задачи боец с позывным «Махита» получил тяжелые ранения. Выезжал на выполнение задачи и получил два «ФПВ-дрона», несущих морковку из РПГ. И в догонку еще получил снаряд от пехотинца российского, тоже из РПГ. Но танк выдержал, вышли, полгода реабилитации и снова на месте. Несмотря на новые технологии современной войны, танк на поле боя заменить невозможно. Он идеально подходит для поддержки пехоты. «Людина в окопе может встать и перекурить сигаретку. Спокойно. Типа, эти 5-10 хвилин. Неважливо, танк выйдет, не выйдет. Мы все понимаем, что мы и навещо делаем. Это достаточно действенная штука. Танков боятся все. Дронов боятся, да, но против дронов можно что-то придумать. А против танков, когда танк начинает работать первым, то попробуй что-то придумать на самом деле. От боевых историй этих ребят замирает сердце. Танкисты 115-й отдельной механизированной бригады уже исколесили фронтовые дороги как Донецкой, так и Харьковской областей. Все боевые выезды они хорошо помнят. Но делиться такими историями нелегко. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области. Для телеканала Freedom. Важные новости также узнавайте из соцсетей Freedom. Актуальная информация, например, доступна в нашем WhatsApp. Там мы публикуем дайджест главных событий дня, а также видео и фотоматериалы. Найти и подписаться на канал поможет QR-код на экране. Просто направьте на него камеру вашего телефона и перейдите по ссылке. На этом у меня все. Я передаю слово своим коллегам из марафона. Сергей Еременко и Анастасия Мазур уже готовы продолжить эфир Freedom. Оставайтесь с нами и до встречи.